всем привет 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 еще одно событие произошло в нашей жизни мне пришло мне пришла это американская паспортина застаю из широких штанин синий кожа нет это глазами доброго дяди вы не переставая кланяться берут как будто берут чего и паспорт американца дубликатом без ценного груза я еще только добавлю под советского паспорта рекомендуем владимира маяковского да когда было 20-х годах прошлого столетия поздравляем тебя поздравляем доча папа ну ты не показывает тому что какая-то информация я боюсь это показать лишнее на свою фотка смотрю получилось как человек который теперь имеет американский паспорт я хочу сказать что мне бы было интересно послушать эмоцию как ты себя чувствуешь после получения американского паспорта честно сказать ты мне в лицо поставь что так близко то честно сказать да никак отлично нормально ничего не изменилось уже привыкла ну появилась мне эта книжечка в руках конечно эта книжечка очень дорого нам стоило очень дорого сколько примерно 5 лет жизни если собрать все деньги которые заплатили за каждый иммиграционный процесс то около наверное десяти тысяч долларов угол плюс ну еще я за паспорта заплатила вот такие дела вот так вот ребята самое главное что я хочу сказать что это это то дай нам подержать то держи господи я хочу сказать не показывай ну а тут да это общее самое главное что я хочу сказать вот такая вот первая страничка а там кто за фотография чья? так откуда я знаю? Вашингтона наверное? oh say does that star spangled better это короче из гимна переводил первые четыре строчки, ага как это переводится если можешь конечно честно сказать не хочу думать за каждое слово да не знаю можно посмотреть ну в общем в общем Америка это хорошо в общем в общем хотела сказать самое главное что чему меня всегда выучили я считала сетиться в книжках так близко это камера наезжает это 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 покус я потом отъезжать ну блин я такие мысли хочу сказать ты не обращай внимание всегда когда я что-либо делала или куда-то либо ходила где-то участвовала самое главное что мне вы меня учили родители чего у меня учили это всегда оставаться собой никогда не изменять себе ну и наверное в войне и мире мне понравилось выражение что человек никогда не меняется особенно на войне в нем его сущность вся проявляется лев толстый поэтому я считаю что я ну и конечно изменилась очень сильно но свой характер себе я ни разу не да могу подтвердить из плаксивой маленькой девочки выросла он такая серьезная леди нет лежек также плачет ты что такая же плаксивая просто она научилась скрывать свои эмоции сдерживаться она повзрослела конечно а так она тоже может сидеть и рыдать могу рыдать да могу могу смеяться я хочу сказать что да самое главное почему я думаю почему меня нет особых там ну вот многие люди кичатся всякими знаете ярлыками там ярлычок на допустим в инстаграме такая голубенький значок и там галочка стоит что вот у меня такой ярлычок я модный инстаграме ну и можно кичиться всем но самое классное чувство это когда ты чувствуешь свободу наверное я наверное вот это чувствую не то что я там даже не знаю как объяснить это чувство что ты можешь сказать я как корреспондент спрашиваю тебе по поводу того что вот типа американцев не любят в других странах многих ну у нас так говорят у нас так говорят в мире ой в россии что американцев и все ненавидят что может сказать по этому поводу то есть американцы ненавидят иностранца нет наоборот я такого не слышала ну вот клянусь я такого даже не слышала что американцев не все ночью ну конечно есть такие типа идеи что американцы они там за мощью эту да нет я посчитаю всегда я считаю может быть это мое личное воспитание мои личные предубеждения что французов не любят потому что они очень мне тоже не за все говорю из моего личного опыта я же общалась с людьми с разных стран что они я не знаю вот они очень понтистые некоторые я только хотела сказать я вот летаю пятый раз уже прилетела и вот в этот раз то конечно я с тобой была ты больше переживал и я по странам не разглядывала а вот если посмотришь как человек идет где у него бутылка в каких он шлюпках шортах и так далее или он может одеть ботинки и сверху шорты и майку какую-нибудь совсем почти без рукавов и он идет это значит американец и главная бутылка или куда угодно мне кажется они самые свободные чувствую меня тоже так кажется что именно американцы почему ну я не знаю допустим какая-то мода может быть кого-то не устраивает может быть кому-то не нравится то как они общаются они раскрепощенные в большинстве своем конечно всякие есть люди и бывают и даже в своей закрепощенности они еще раз крепощенные другим людям они кажутся а еще мы пришли в волмарт да например а там девушка одна девушка в пижаме ходит по волмарту ну представь как пижаме расчесанные волосы представь у нас россии даже вот местный магазин я хожу ну я конечно там стараюсь что-нибудь чистое одеть там все такое но у нее чистая пижама местный деревенский магазин да не воняет знаешь чем-то не вкусно а еще они все вкусно пахнут не вонючие никак даже простые даже вот рабочие бетонщики вы меня ему проходишь вы мне напоминаете фильм этого про умку то человек о человек это опасный ум как нет он пахнет молоком мне кажется самые лучшие самые простые у меня чувства от того что что я свободна а еще хотела сочетать стих если давай вы не хотите если вам заключили заключительный аккорд до заключительный аккорд что такое родина не хочу привязаться к стране пограничная линия у родина не быть миру быть войне родина там где ты жив счастлив беспечен спокоен на гребне волны ждешь прилив гуляешь и пьешь до боя но власть всем внушила родина там где рожден нам нужна ваша сила народ нож не будет побежден но долой произвол произвол властей и покуда играет лира я буду защищать права людей ведь я гражданин мира могу не могу хлопать в одной руке камера браво браво ну все всем пока спасибо вот так когда будешь на корень да да в принципе у нас дома тоже всегда в коже спокойно в кофе с печеньем смотрите скорбь алексу как сказали алекс пойдешь через буфетом но а я дочи говорю вчера не позавчера бы слушай это было ответом чиниз буфете еще в каких-то с папой сходим ходить китайский мальчик нет мы когда ходили на занятия по английскому языку и юра всегда ну там нужно было бы представиться кто ты с какой страны какой страны и он всегда был из страны китай всегда звали по-китайски когда тебя это представлял так дэнси он пин а чё реформатор китайский да живешь на алтай ну что сделать я посмотрела паспорте песка не показывает пишут что ну там дату рождения что национальность united states of america не пишут да ну вторую национальность много они как бы типа не приветствуют но и не запрещают как бы второй паспорт а еще то есть у тебя какая-то национальность американец united states of america американец ты американка американка да все вот пишут не место где там прожила вот представьте я родилась казахстане вот мне это в паспорте написали что я в меня что я там прожила в россии 10 дней 10 дней от роду и было когда она приехала в россию я никогда не жила в казахстане но я там помню урывками вот когда мы ездили туда путешествовали все я все только россии помню казахстан ну почему они это пишут я думаю что наверно казахстан третья родина твоя наверное что пишут почему так потому что в америке это именно очень важно что если ты здесь родился ты американец ну здесь есть такое ну да поэтому это не пишут казахстан и конечно счастлива но что говорить что ну у меня знаете такие мысли всегда я когда куда-то что-то делал куда важные события окей ну так это может кстати пришел очень быстро за две недели всего говорили что 6 8 недель будет всего две недели потому что с казахстаном а я тоже с казахстаном с украины у нас нет с россией в россии рожденном у нас нет насти только софи остальные все приезжие всем пока пока на этот раз где я не буду никогда я буду всегда